Крест святого Михаила, вы помните, что святой Михаил это покровитель горы Монсеррат. Слово Михаил на иврите означает кто как Бог. Подобный Богу, это один из двух архангелов. И здесь вот эта фраза по-русски «Никто как Бог» написана, но на разных языках. Кто как Бог, кто как Бог, на английском и так далее. Вот на разных языках. Вот такой дизайн супераксный. Вы заметили, на заграни фамилии он любит, чтобы было много всего написанного. В Талонии тоже, конечно, мода меняется, но традиционно как бы два самых популярных имени. Это Джорди для мальчиков, Георгий, и Монсе для девочек. Монсе это сокращенная форма Монсеррат. Почему? Потому что Святой Георгий и Диумария Монсерратская два святых покровителя каталонцев. Поэтому и детей они в своих называют, соответственно, Монсеррат или Георгий, Джорди, Монсе. Когда перестройка началась, была такая шутка. Знаете ли вы, что в Испании самое распространенное имя Хосе, а самое редкое Василий Тимофеевич? А это уже как бы монастырская, да? Это келья? Нет, это вообще для паломников. А, это мы с той стороны нашли. Они реставируются, а другие вот сейчас открыты. Видимо, там приличные условия. Ну, это вот как довольно, ну, простой, но, в принципе, неплохой отель плюс. А у них... Апарт-отель, скажем так. Апарт-отель, то есть типа с кухонькой. С кухней, да. Слушайте, там сад какой-то. Это, если подняться по ступенькам, нам начинается вот этот крестный путь. Для современной скульптуры, поскольку немножко пострадал во время гражданской войны. А это аббат Улива изображен. Аббат, который отправил первые шесть монахов на гору Монсеррат в 1025 году. То есть это абсолютно все достоверные исторические лица. Ну, и что есть документы, конечно. Аббат Улива, это очень известный персонаж. По крайней мере, в Каталонии все его знают, потому что в школе по истории его проходят. Как один из религиозных политических деятелей средневековой Каталонии. Понятно. И вот видите, название горы Монсеррат означает в переводе с каталонского «выпиленная пилой гора». Монт – это гора? Монт – серра пила. Это, как сказал Хасим Бердагер, национальный поэт каталонцев, это ангелы с серебряной пилой выпилили вот этот необычный облик горы Монсеррат. Видите, герб Монсеррата – силуэт горы, а над горой пила, то есть выпиленная пилой гора. Да, да, такая ножовка, я бы сказал. Да, как это называют, лучковая пила, да? Как раньше была. Вот, и вот сюда мы как бы проходим на территорию монастыря. Хотя вот эта вот часть монастыря, где живут монахи, она закрыта для посещения. Мы здесь пройдем в базилики. То есть церковь монастырская имеет статус базилики, в том числе статус, который дает Ватикан, важным для католической религии местам. Так. У нас раз святого семейства имеет статус младшей базилики. Так. Папа Римский там осветил драм. Здесь тоже Лев XIII провел службу, провозносил Деву Марию Монсерратскую, святой покровительницей Каталонии в 1821 году. Ну и церковь получила также статус младшей базилики. Разработанная система, смотри, так. Да. Не просто так. Вообще в таких местах... Подчеркивает значение этой церкви для католического мира. Вообще в таких местах какая энергетика особая. Наверное, если попасть туда, куда нет доступа широкой публике, там, наверное, еще круче. Ну, вообще... Ну, даже куда публику не пускают. Там, в принципе, мы увидели бы работу прежде всего Пучка да Фалка. Пучка да Фалк. Вот один из трех самых известных представителей каталонского мандарнизма. Он тут довольно активно поработал. Вот часть вот этих помещений, где монахи живут, это была построена Пучка да Фалка площадь. Перед базиликой тоже дизайн Пучка да Фалка. А здесь вот еще одна работа Суберакса. Такую мы уже с вами видели. Да. Святой Георгий. Видите, прием, который часто использует Суберакс? Это вогнутое лицо. Когда мы движемся из одной точки в другую. Да. Поворачивать голову следит за вами глазами. Как я сказал, он из туристов. Это он, наверное, для дракона ищет. Вот здесь у нас вход в музей. Где именно? Небольшой, но интересный музей. То есть они... То есть есть один караваджо. Слушай, а вот это с цветочками, это чего? На окнах. Это гостиница. Ага. А бакси стоят же гостиница, ресторан довольно неплохой при гостинице. А вот здание, которое слева, оно действительно такое старенькое? Или это такое... Нет, нет. Это все постройка конец 19-го, начало 20-го века. То есть совсем не старая. Там, кстати, в музее есть изображение монастыря в начале 19-го века до восстановления. И можно увидеть, что здесь было и что построили уже потом. Угу. Здесь очень много. Вот где-то уже начало 20-го постройка, административное здание, там почта находится и так далее. Вот. А здесь у нас новый фасад. Это уже, кстати, середина 20-го века. И вот... Фасад как раз был сделан из камня, взятого здесь, на горе Монсеррат. Сейчас уже могут обрабатывать такой камень. Но вот первые монахи этого делать не могли, поэтому они поднимали сюда камень. Соседниками, лановыми камень вещаний. Угу. Вообще в истории человечества есть удивительные вещи. Вот, скажем, уровень шлифовки камня, из которого сделаны египетские пирамиды, как бы абсолютно не соответствуют техническому уровню развития тогдашнего строительного дела. Но вот как-то непонятно. Как-то они умудрялись и поднимать, и шлифовать. Там лезвие бритвы не входят. У них времени много было, они долго и кромотливо работали. Расставная пресина. Давайте в тенечек зайдем только, а то нам солнце будет в камеру бить. О, отлично. Годится. Видите, здесь у нас с левой стороны Святой Бенедикт. Да. Можно прочитать. Санктус Бенедиктус Европа Паттер. Да. Отец Европы. По совместительству он является также святым покровителем Европы. И с правой стороны Святой Георгий в окружении монахов. Вы видите, монахи в руках держат пальмовый увед, символ мучества. Дело в том, что изображены символические монахи, которые пострадали здесь во время Гражданской войны, когда пришли пьяные анархисты и расстреляли несколько монахов, и заодно разрушили довольно много скульптур. То есть они не просто разрушали, они еще и кровожадные были. Все было серьезно, да. Поэтому, естественно, в такой ситуации монахи в монастырь поддержал Франко, который должен был здесь навести порядок. Дальше была дивизия имени Девы Марии Монсерратской, финансированная Монсерратом, которая сложалась на стороне Франко. У него даже есть скульптура, посвященная этой дивизии, но ее там спрятали немножко в пусты, потому что вышел закон о том, чтобы убрать памятники, связанные с Франко, с улиц испанских городов, чтобы эта скульптура сильно в глаза не бросалась, ее там немножко задвинули. Это вот где паркинги. То есть сейчас официально Франко это плохо? Официально Франко это плохо, да. Есть, конечно, часть испанцев, которые поддерживают Франко, особенно люди в возрасте, которые говорят, что при Франко был порядок и так далее. В Советском Союзе тоже можно такое услышать, что при Сталине был порядок, то же самое. Но, в принципе, официально считается, что Франко это плохо. А вот это пристроено к стене, это вот как-то галерея, переходят люди с места на место. Вы знаете, на самом деле, если правильно сказать, это стену к галерею пристроили. А вот так? Потому что галерея вот эта, это был куатор, внутренний дворик, слово клаусары закрываем. Так. Построенный в конце 15 века. Мама. Давайте вот туда подойдем посмотрим. Пойдем, пойдем. Друзья, 15 век это серьезно. Это немного такого есть на свете. Если так все по-честному там вот. А то, знаете, три года назад построили, говорят, 15 век. Просто внутренний дворик, это должно быть закрытым пространством. А слово клаусары, что означает по-латыни закрывать, да? У нас дворик получился открытый, потому что часть дворика была разрушена во время войны с Наполеоном. Так. Но два крыла осталось, и здесь можно увидеть, во-первых, там уже знакомый герб Монсеррата. Да. А во-вторых? Это оригинальная вещь. Да. Герб в виде дубового дерева. Это герб семьи Деларо Вере. Известная римская семья. И вот Джулиану Деларо Вере здесь был некоторое время аббатом по настырям Монсеррат и пожертвовал деньги на создание вот этого внутреннего дворика. Угу. Персонаж очень известный. Впоследствии Джулиану Деларо Вере на самом деле здесь почти не появлялся, он только зарплату получал, а жил-то в Италии. Вот, потом ему предложили другой монастырь в Италии, чтобы за зарплатой так далеко не ездить. Так. Вот. А сюда назначили своего местного каталонского аббата. Но, тем не менее, он успел здесь отметиться и даже дал деньги на создание вот этого дворика. Позже Джулиану Деларо Вере, вы его, конечно, знаете, стал римским папой Юлиусом Вторым, которому гробницу делает Микеланджело и портрет которого пишет Рафаэль. Помните, портрет папы Юлиуса Второго знаменитый. При нем начинает строительство нового собора Святого Петра в Риме. То есть, он очень известный. Вот некоторое время он здесь поработал аббатом. На полставки. Да. Подарки Мадонне от трудового народа. Он оставил какие-то пожелания, фотографии. Потому что тут вот детские вещи, какие-то они просят, там дать им было. Да, да. Или там дать ребенку, или за здоровье, или там первое причастие, или еще что-нибудь. Соответственно, это гробницы. Иван Арагонский, племянник католических королей Фердинанда Изабелла. Он был вице-королем в Неаполе. Помните, неаполитанское королевство входило в состав Арагонского королевства. Да. Вот. И там заказал себе гробницу, поскольку при жизни заказывал, изобразился я молящимся. Да. Его, его... 1528 год пишет. Да, совершенно верно, когда вот умер. Начало 16 века. В той же самой мастерской заказывали гробницу адмиралу Беламари. Но адмирал уже на то время погиб, поэтому заказывала и жена. Поэтому, видите, его изобразило. Да. Вот это та же самая мастерская. Серьезная вещь. Работа и итальянские возрождения из Неаполя. Да. Вообще, знаете, что удивительно? Вот не было такого транспорта, как сейчас, правда? Это же надо было сделать, довести, собрать. Смонтировать, да. Да. Это же просто уму непостижимо. Как? Да. Но это, видите, были все-таки очень известные люди, богатые. Племянник католических королей. Вице-король в Неаполе. И он был большим поклонником Мадонны Монсерранской. Соответственно, хотел быть здесь похоронен. Хотел иметь гробницу. Все это заранее проплатил. И, в общем, все сделали. Да. Вот это очередь, друзья. Это все люди, которые хотят у Мадонны что-то попросить. Вот монах. Божий человек. 70 монахов здесь живут. Им никак нельзя вот там жениться там, да? Ну нет, конечно, монахки вступают. В монастырь принимают три обета. Да. Обет послушания, обет безбрачия и обет бедности. То есть, на таком, ну да, портит богатство монахов. Ну, видите, церковь богато украшена. Монастыри в средние века, бенедиктинские, были очень влиятельные, очень богатые. Часто превращались в крупных феодалов, на самом деле. Ну, на этом монахи говорили, это не наша личная собственность. Это собственность монастыряна, нам нужна, чтобы служить богу и как бы... Ну, не голодали сам. Вопрос это решали. Ну, конечно, голодали. Очень сложно было попасть в монахи в этот период, в бенедиктинский орден и так далее. Замбор большой, серьезный. Открыли дверь, вот это закрыто было сейчас. А, ну, сейчас они будут запускать меня небольшими партиями. А если открыли дверь, то что значит, служба закончена? То есть в монахи не так просто попасть? Не так просто попасть, потому что бенедиктинские монахи, монахи ордена цистер, часто были выходцы из слоев таких... Небедлых. Небедлых населения, да. Потому что это был один из немногих пословий, которые умели читать. Вот. Поэтому даже вот орден цистер, который пришел... Давайте вот мы сюда выйдем. Мы там кому-то мешали. Если мы по центру пройдем, там пути будет. Да. Так вот, монахи ордена цистер, они отказались от наемного труда. Провозгласили, что надо вернуться к властете монашеской жизни. Но они были тоже выходцы из таких привилегированных слоев населения. С ними вместе работали так называемые мирские братья. Они были простолюдины. И жили при монастыре, там помогали монахам. И вот у монаха было как бы упражнение в скромности, в самоощрении. Это работать вместе с этим мирским братом. Не то, что ноги ему быть. Он был из другого сословия, гораздо более высокого. И вот он как бы опускался до того, что рядом с этим братом работать в поле. Потом уже появились в 13 веке с развитием городов, со состоянием ереси, появились бродячие ордена францисканцев, доминиканцев, которые там шли в народ отстаивать штату веры и так далее. Там уже были просто прозначинцы, скажем так. А монахи средневеков в 11-12 век это были представители, в общем-то, богатого сословия. Да, вполне приличные. То есть это как бы отобранный контингент. Центральный портал, дизайн современный, относительно современный, 1900 и 1901 год. В центре Христос в окружении апостолов. Да. Вот. А внизу были три сцены. Рождение Богоматери, с правой стороны Успение Богоматери. И в центре сцена мы видим, когда епископ Барселоны Уркинаона просит у Папы Римского разрешения провозгласить Деву Марию Монсрадскую, святой покровительницей Каталонии. И разрешение было получено в 1881 году. То есть это тоже все официально как бы? Официально, конечно. Нужно было получить разрешение Ватикана. А вот это что они тут? Видите, ну сейчас реставрируют немножко фасад, поэтому все в лесах. Вот там, где у нас стоит очередь, чтобы подняться к Мадонне, видите, там важные моменты, связанные с католической религией. Вот можно прочитать. Итер компостеланум, да. И указаны различные дороги, ведущие в Сантьяго де Компустела. В могиле апостола Якова. На одной из таких дорог находится монастырь. Да. А потом, видите, здесь можно прочитать названия важных мест, связанные с культом Девы Марии. И Фатима, Лурдес, Владолупы, Филар в Сарагосе и так далее, Кавадонга. И внизу, немножко гигнобашня, базилики старшей Санта Мария Мадьори, которая в Риме находится. Это самая важная базилика, посвященная Деву Марии. Вот. И показаны другие места, которые тоже большое значение имеют для католической религии. Вот базилика монастыря тоже одна из таких. А с другой стороны, у нас история монастыря. Основание монастыря. Сначала это филиал монастыря Санта Мария де Риполь. Затем становится самостоятельным аббатством, превращается в центр культурной жизни. Можно прочитать слово «Испиритуалитат», духовной жизни прежде всего, да? Затем разрушение монастыря. И вот два аббата Аргелик и Мунтадос сделали очень много для восстановления монастыря. И последняя сцена, там написано «Патрона де Каталония». Это когда провозгласили Магонну Мансурасскую покорительницей Каталонии. Немножко так история представлена. Вот. А внизу? На полу, видите, тематика связанная с водой. Представленная как бы таинство крещения. Крещение через… Водой происходит, поэтому она здесь представлена. И иногда туристам рассказывают, что так весело было, что вот тут в центре можно встать, там зарядиться энергией, мобильный телефон заодно зарядить и так далее. Вот. Ну и когда спрашивают, то почему мы не надеялись, они говорят, что якобы здесь был алтарь херового монастыря. На самом деле алтаря там никогда не было. Он был, вот проходили там даже об этом написано. То есть там заряжаться бесполезно? Вот. Монахи, они это не приветствуют. Вот так немножко язычество для них попахивает. Мы тут внутри. Это все ждут хора мальчиков? Да. Во-первых, помните, все, Бранск, это конец 19-го, начало 20-го века. То есть… Современная вещь. Да, достаточно современная, потому что монастырь очень сильно пострадал при Наполеоне. Мальчики пойдут под арган, да? Да. Да. Они вот в арган, вот центральный арган. И встают так вот вокруг алтаря и исполняют две песни, что здесь могут произойти. Смотрите, здесь изображен… Ну, скульптура – это Святой Климент, а вот изображен в центре Святой Игнаси Далаёлов. Он был военным, был ранен во время защиты памфлона. Он решил, что это наказание за грехи. Светила, в принципе, карьера военная, многомещающая. Он стал инвалидом. Вот, он провел ночь в монастыре в 1522 году, в молитве перед Мадонной. Оставил свою шпагу. Вот, видите, монтированная шпага в подарок Мадонне. В знак того, что он будет не солдатом на службу своего сеньора, а солдатом на службу Бога, на службу Мадонны. Впоследствии основал орден иезуитов, который распространился по всему миру. Отрезает часть своего плаща, чтобы укрыть им замерзшего человека. Автор вот этой скульптуры, скульптор Жузеп Лимонна, который работал вместе с Гауди. В Барселоне много его работ можно увидеть. И здесь, в виде замерзшего человека, он изобразил своего брата, художника Жуана Лимонна, который расписал часть алтарной композиции. Вот смотрите, здесь проходят небольшой паркинг. Поднимают, на самом деле стекло. И по одному там подходят, да? По одному, прикасаются, что там ходят. Обещают, на выходе зажигают. Другой стоит возьмем, там много свечей горят. Ну давайте следующее число. Так, а публика ждет хора мальчиков? Да, да, да. Потому что служба закончилась, а сейчас следующее представление будет хор мальчиков. Это, видите, местный испанский святой Жузеп де Колосанс. Он в Риме создавал школы для детей из бедных семей. Они сделали школы для бедных. Вот. Но интересно, что это часовню создавал. В стране... Берингер. Архитектор Берингер. Помню. Берингер, помощник Гауди. Видите, он здесь тоже участвовал. Восстановление монастыря. Вот люди к Мадонне идут. Алтарная часть, видите, декоративные элементы. Эти ангелы, стилизованные изображения, декоративные элементы из природы. Явно напоминает нам стиль модерн. Арт-нуво. То есть многие художники, скульпторы, архитекторы, модернисты поучаствовали в восстановлении монастыря. Например, сцена, видите, с левой стороны. Может, подойдем поближе лучше. Вот этот пейзаж мы с вами видели со смотровой площадки. Видите, склон горы, внизу река Деврегат. Мальчики-пастухи, они видят вот это облако и приближаются туда. Соответственно, там находят пещеру и в ней скульптуру Мадонны. А что же они послиты на горах? Так они послиты не на горах, а рядом с горой. Просто они увидели вот это облако, им стало любопытно, и они поднялись туда, посмотрели, в чем дело. Орган современный такой, да? Да, его недавно восстановили. Есть еще два поменьше органа, по-моему. С одной и с другой стороны. Да. То есть каждый орган отдельно управляется? Да, Элли? Да, да, да. Это соответственно. Очень, 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 как сказать, не сказать, можно сказать, богато, но на самом деле это не то слово. Очень стильно. И так... Может, какая-то вас будет цена тоже? То есть, безусловно, присутствует. Вот есть современные часовни. Посмотрите, вот напротив. Часовня, посвященная Христу. Это опять-таки Суберакс. Создал. Интересное решение. Видит только лицо, руки, ноги и рана Христа. И подсветка идет так, что немножко такое мистическое звучание. Ну, там справа, которая, да? Напротив, напротив, современная. Да. Справа это святая схоластика, сестра святого Бенедикта, основатель, женского ордена Бенедикта. А вот это стекло там и, я бы сказал, мебель из Айки, это вот... Это вот как раз Суберакс. Ага. Это... Там проводится сейчас служба. Ну, такая закрытая служба. Может быть, какой-нибудь общины, которую заказали. Здесь у нас общая проходит служба. Там такие индивидуальные. Поэтому... И здесь... Та... Таferак... Та... Суберакс. Та… Ар! Номанд! Республика. Та...